Мне хочется всем вам предложить одну тему на размышление, которая называется «Что я должен сделать, чтобы следующий год был лучше?» Я уверен, что многие из вас мечтают, стремятся, готовы платить, чтобы стать более счастливым, чтобы жить лучше, чтобы все плохое закончилось, а хорошее наконец наступило. Я хочу поделиться тремя очень простыми пунктами, очень простыми, известными для верующих людей, но осталось самое простое – это применить их на практике в жизни. Хочу для себя раскрыть, поделиться с вами то, что для себя я должен, верю, сделать, вступая в Новый год. Первое, несколько ступеней – это анализ уходящего года или признание своих ошибок. Второе – это поставить себе цель или обязательно стремиться к развитию. Если вы слышали видео, которое я выпустил, оно было в интернете, поздравление звучало так, что я желаю вам, друзья, ставить цели. Пока человек ставит цели, он развивается, он не деградирует. Но приходит момент, я думаю, вы все знаете, приходит момент, когда человек либо в старости, либо в бизнесе, либо в любой сфере он сдается, он перестает ставить цели, он соглашается с чем-то, и тогда человек, возможно, перестает развиваться. И третья ступень – в этом всем анализе нашей жизни нам важно верить и понимать, что многое, что мы запланировали и даже себе пообещали, и решили, и семье объявили, и самому себе напомнили, что в следующем году будет все по-другому. Важно помнить, что ты это уже много раз обещал, и не всегда все было по-другому, как ты говорил. И здесь важно верующим людям в Бога понять, что многие вещи без Бога мы просто не способны сами сделать. И мы об этом с вами подробно поговорим. Хочу для начала прочитать вам местописание, которое записано филиппийцам, третья глава с 12 по 15 стих. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Очень глубокий отрывок из Библии. Мы верим, что это Слово Божье. И хочу, чтобы мы сделали короткий анализ уходящего года и анализ вот этого именно отрывка из Писания. Первый апостол Павел говорит, что я несовершенный человек. Это я думаю, относится ко всем нам, и мы все быстро согласимся и скажем, я тоже несовершенный, неидеальный человек, несмотря на то, что я христианин, и даже верю в Бога, и даже хожу в церковь. Второе, в этом отрывке написано, я имею цель. Здесь именно так написано. Если можно вернуть назад, там, где написано, именно я простираюсь вперед, стремлюсь к цели. Одно из пожеланий всем нам, верующим, я думаю, что это очень важно, это иметь именно цель духовную. То, что у вас есть цель в бизнесе, в колледже, в науке, купить, продать, я в этом не сомневаюсь. Но вот именно цель духовную, какая она, каждый сейчас может ответить прямо сейчас. И один человек сказал, что если верующий человек, не способен дать ответ в течение 15 секунд, какая его духовная цель, значит, он ее, наверное, не имеет. Или она для него не так важна, о ней он мало думает. И если цели нету, то любой успех и развитие, духовное, оно случайное. Или же его может вообще не наступить. Я думаю, что каждому верующему сейчас важно признать, имею ли я духовную цель. Здесь написано, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели. Что такое простираюсь? Это означает пробираться, стараться, стремиться, продвигаться вперед. И еще, это означает рост, умножение, достижение, развитие и зрелость. Вот сколько значений включено в этом одном слове. Я простираюсь вперед. У меня есть цель. Цель продвижения, вперед, развитие. И дальше, какая цель? Цель духовная. Я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. Дальше. Я забываю заднее. Я забываю прошлое. К этой мысли мы вернемся. И смотрите, какой итог всего. Так каждый должен мыслить. Не просто, ну, если у вас не о чем размышлять. Вы можете на всякий случай поразмышлять вот об этом. Вдруг вот эта мысль вам станет интересная. Если вы не против, вы могли бы поразмышлять на эту тему. Нет, обращение идет очень конкретно, строго и прямо. Так должен мыслить каждый. В новом переводе написано, нам всем духовно зрелым людям следовало бы так смотреть на вещи. По-английски написано, we who are spiritually mature. Те люди, которые духовно зрелые, они должны именно так мыслить. как должны мыслить. Я обязательно буду развиваться. Не соглашайтесь с вашим, с тем, чего вы достигли в духовной, в вашей христианской жизни. Чтобы развиваться, нужно обязательно цель иметь. Она должна быть конкретной. Не просто цель попасть на небо. А как вы эту цель измеряете через год? Какая цель? Не грешить, попасть на небо. Это тоже хорошее желание, но цель, которую ты можешь померить и сделать вывод через год. В достижении этой цели нужно обязательно что-то прошлое оставить или забыть. Там написано рядом, я забывая заднее, запятая, простираюсь вперед. Чтобы продвинуться вперед, нужно что-то забыть, оставить. Вернемся к этой мысли. И вывод, итог всему. Так должен каждый зрелый человек думать и мыслить. Здесь еще одна важная, важный вывод, что речь идет о мышлении человека. Разум, мышление, мысли. Об этом написано очень много в Библии, что тот, кто рожден от Бога, христианин, он должен обновляться обновлением ума. Многие наши беды, наша реакция, настроение, многое зависит от мыслей. Наш ум. Вот почему вот эти все такие красивые слова, у меня цель есть, я буду достигать, меняться, все. Дальше такой маленький незаметный вывод. Но важно не забыть мысли поменять, мыслить по-другому, смотреть на жизнь с другой стороны. И тогда цель продвижения в нашей жизни будет. А теперь о трех вещах, которых я обещал. Что нужно сделать, чтобы людям, нам, чтобы следующий год он стал лучше, чем предыдущий год? Очень простая, но каждый из этих пунктов невозможно, чтобы следующий год стал лучше, если это не изменится. Первое, это перестать роптать и жалеть себя. Известный, известная вещь для верующих людей, но хочу повторить, если человек в следующем году не научится, не перестанет, то, простите, я вам скажу правду сразу, ваш следующий год новый будет плохим. Филиппийцам 2.14 написано «Все делайте без ропота и сомнения. Все». Слово «все» включает в себя абсолютно все, без исключений. Любые трудные ситуации, негативные ситуации, всякая несправедливость, которая встретится на вашем пути, все. Написано в Библии «делайте без ропота и сомнения». Негативный дух, он убивает, негативное настроение, оно отравляет, оно парализует, в первую очередь, тебя самого. Куда бы ты ни уехал, ни переехал, хоть на луну, переезжай, ничего не изменится, все это внутри с тобой туда поедет. Плюс это убивает, отравляет всех людей, которые живут с тобой, вокруг тебя, с кем ты работаешь или пересекаешься. Вы помните в Библии пример, когда 12 согладатые пошли смотреть обитованную землю и пришли и 10 человек рассказывали негативную информацию. Они, я думаю, возможно, честно говорили то, что, может быть, думали. И два человека говорили позитивную информацию, у них была еще помимо позитива, у них еще была и вера тоже в Бога живого. Это то, что нам сегодня тоже важно не забывать. Богу настолько не нравится ропот или негатив, что написано в Старом Завете, Он погубил весь народ израильский, который шел по пустыне по причине ропота. Представьте себе, чтобы сегодня все в нашей церкви, возьмем только вот это наше общество, все, которые мечтают купить что-то, мечтают что-то, чтобы изменилось в их жизни, мечтают выздороветь, мечтают, хотят многое-многое, и Бог говорит, встал бы сегодня пророк, представим ситуацию, встал бы среди нас пророк и сказал, пока вот это поколение в этой церкви не вымрет, можете не мечтать. Именно таким вот примерным обращением было сказано Богом к тем израильтянам, которые роптали. Бог сказал, эти люди не войдут. Вы можете мечтать, можете там делать свои ритуалы, можете ходить в церковь. Если будете роптать, то придется лет сорок подождать, пока что-то начнет меняться. У всех людей, у которых ропщут, у них есть причина, есть обида на тех, кто их не понимает или не утешает. Но вы знаете, что человек, который живет в ропоте, его даже трудно утешить. Вы ему предлагаете один выход или ситуацию, вариант, он все равно найдет обязательно что-то негативное в этом варианте. Вы ему предлагаете второй выход или вариант, или даже будете говорить слова, и он будет отвечать, ты даже слова не те употребляешь, которые надо. Проблема в духе. И заметьте, что иногда бывает такая ситуация на земле, что кажется, ну, человеку плохо, он плохо, он ропщет, он ропщет, он ропщет, он в такой депрессии, в негативе, и хочется сказать, ну, найдите слова, ну, как-то утешьте его, ну, как-то пожалейте, ну, скажите, и уже, кажется, человеку легче станет. Но, с другой стороны, когда я смотрю в Библию, я вижу, что Бог даже не занимался такими людьми. Очень интересная мысль, почему Бог не старался как-то этих ропотников исправить. Настолько этот порог глубок и плохой в глазах Бога, что даже Бог не занимался. Конечно, утешать можно и надо, и говорить, и как-то стараться, но я хочу, чтобы мы осознали и увидели это с другой стороны. Если мы переходим в Новый год и мы будем роптать, независимо от причины, даже если причина очень веская, на основании Библии вы, я думаю, верите легко, и Новый и Старый Завет говорит, это в глазах Бога отвратительно, Богу это не нравится. Это в Библии написано, много раз не ропщите, без ропота все делаете. Евреям 3.8 написано, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. В английской Библии написано, пусть ваши сердца не станут твердыми. Это Евреям 3.8. То есть, значит, ожесточение сердца или твердое сердце стает, когда человек ропотник стает профессиональный. Он постоянно ропщит, он постоянно недовольный. Ты постоянно ропщишь, ты недовольный чем-то или кем-то. Библия ассоциирует это с жестоким или твердым сердцем. Оно стает твердее, твердее и твердее. А это уже работает против нас. Исход 16.8 написано «Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него, а мы что?» Это диалог или речь Моисея. «Не на нас ропот ваш, но на Господа». Но в этом контексте Библии мы знаем, читая, что люди роптали вообще-то на Моисея и на Аарона. Ропот был людей против людей. Но взгляд Бога на эту ситуацию другой. В Библии вы прочитаете, если вам интересно, дальше написано, что Бог говорит «Я услышал ропот ваш против меня». Так подожди, Господи, мы против тебя ничего не имели, мы против людей имели. Наш ропот был против людей. Бог переводит, интерпретирует это по-другому. Вы против меня роптали. Вот еще раз хочется, чтобы мы осознали, настолько Богу не нравится ропот. Люди, которые complaining, негативный дух, он мне не нравится. Я представляю как Богу. Вот почему сегодня нам это важно понять. Альтернатива, другой вариант библейский, за все благодарите. За все благодарите. Вы знаете, почему люди не меняются, почему люди не хотят оставлять вот этот метод ропота. Потому что очень просто. Если взять простую любую, например, ситуацию либо в бизнесе, который, скажем, подчиненный ноет, скажем, перед начальником, либо в семейной ситуации, когда, например, жена что-то требует от мужа, требует, ропщит, ропщит. Есть такое слово русском, не знаю, как его переведут, пилит, 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 капает. И вот муж уже, его это уже так достало, так достало, он плюнул и взял и сделал. Смотрит на это жена и думает, ну просто прекрасная методика. Но если она работает, то зачем ее менять? Ну правда ли, зачем менять то, что работает? И здесь важно понимать, что мы можем добиваться разных целей путем ропота, но это может быть не Божий метод. И это нам важно понять. Таня из нашей церкви рассказывала, когда ее дочь Арнет попала в госпиталь, эта история очень тоже запала в сердце. И порог сердца, много операций, вы знаете, сложная ситуация, если вы родители, вы можете понять, что переживают родители, когда ребенок инвалид. И ей доктор сказал, доктор в госпитале, сказал, представьте себе, дорогая мама, что вы мечтали всю жизнь полететь в Париж, всю жизнь мечтали прилететь во Францию, Париж, там все так классно, романтично, мечта жизни, и вы сели на самолет, и вы собрались, вы летели, вы летели и мечтали, и вдруг вы приземлились в Новой Зеландии. И вы такие, excuse me, кто кого не понял, я в Париж, я в Париж, не знаю, куда вы, а я в Париж. ей объясняют желание хорошее, простите, но это Новая Зеландия. Вы можете выйти с этого самолета и просто, не знаю, разнести самолет, вы можете, ну не знаю, выкинуть ваши туфли, вы можете крикнуть, вы можете, не знаю, удариться, вы можете быть недовольны, вы можете на всех кричать, но вы не, из-за этого вы не окажетесь в Париже, вы все равно будете в Новой Зеландии. И у вас только два варианта. Либо наслаждаться Новой Зеландией, либо всю жизнь роптать, что вы не в Париже. Друзья, добро пожаловать в Новую Зеландию. Поэтому у нас у всех есть выбор, как мы хотим жить. И наша реакция, она и влияет на настроение и на наш образ жизни. Поэтому благодарите Бога за все, так учит Писание, за все, ибо такова воля Божья. И даже за Новую Зеландию. И тогда, поверьте, ваш следующий год будет лучше. Но если будет снова всплывать Париж, год будет обязательно плохим. По-любому будет плохим, по-любому будет куча недовольных и будет много виноватых стюардесс и пилотов вокруг вас. Но не ропщите. И тогда ваш следующий год обязательно будет лучше. Пункт номер два. Не гоняйтесь за материальными вещами. Если вы будете гоняться за материальными вещами, покупками, приобретениями, то возможно, что вы будете снова недовольны, несчастны. И это могут быть самые простые вещи, о которых нам кажется в Америке иногда трудно смириться, что у меня нет того, что есть у кого-то. Филиппийцам 4.11 Написано, «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Здесь говорится о довольстве и говорится о материальном положении. Апостол Павел пишет, «Я был, скажем, богатый, я был бедный, у меня было всего много и у меня все забрали, мог быть хорошо наеденный, мог быть голодный, мог жить в Париже, мог жить в Африке, был и в тюрьме и на свободе и везде получилось остаться довольным». То есть вот эти все материальные блага и обстоятельства не повлияли на мое внутреннее духовное состояние. Но ключевое слово «я научился», значит, есть процесс учебы. Это не так быстро, не так резко, всем нам дается учеба, а это уроки, бессонные ночи, экзамены, плохо нам это не нравится. Но именно, смотрите, перепад температуры вот здесь, вот здесь побывал, на севере, на юге. Много денег, мало денег, хочу, не могу купить и согласен. Хочу купить, смог купить. Вот именно научился. И здесь нам важно увидеть тоже важный вывод для следующего года. Человек никогда не будет счастлив, счастлив или доволен до тех пор, пока он не научится быть довольным тем, что у него сейчас, в данный момент есть. По-другому, пока человек не согласится с тем, что чего-то возможно у него никогда и не будет. И он согласился с этим, смирился, доверяя Богу своему, который разрешает некоторые ситуации допускает. Это не значит, что нельзя стремиться к лучшему, не значит, что нельзя стремиться к заработку, но здесь вопрос состояния твоего сердца, как ты мучишься или ты живешь и наслаждаешься. Тем не менее, у тебя чего-то нету. Вот правда, любого человека есть сейчас что-то, что вы хотели бы приобрести. Ну, как минимум лучше машину. Правда? Или же что-то купить для детей, или сделать ремонт в доме, или же лучше работу получить. Ну, много разных вариантов, когда человек говорит, я хочу. И мы думаем, что если мы приобретем вот эту вещь, мы купим, мы сразу все вот изменится. Поедем на викищен, и все изменится. На самом деле, Библия говорит, не изменится. Ты не будешь довольным, ты не будешь счастливей, потому что ты сам обманут, и даже сам не знал, не осознал, что сколько бы тебе не давать, сколько бы тебе не покупать, пока ты не научишься быть довольным тем, что тебе нельзя, скажем, какой-то период что-то покупать или иметь то, о чем ты мечтаешь. Если ты вот в этом состоянии достигнешь зрелости, что ты согласишься, что я и в этом состоянии довольный, счастливый и благодарный Богу, только тогда ты будешь по-настоящему счастлив. Иначе следующий девятнадцатый год тебя не сделает счастливым. Цифры на календаре не меняют сердце. Сердце твое меняется только вот с помощью Слова Божьего, которое влияет, проникает глубоко. И когда мы научимся, если не научимся, мы будем всегда завидовать и мечтать, хотеть иметь что-то, чего мы не имеем. И нам важно признать, что мы обмануты. Как только я вот это куплю, сделаю, приобрету, я стану счастливый. И обязательно что-то будет хотеться, чего-то нового, чего у тебя нет. Секрет, я научился быть довольным тем, что у меня есть. И дальше там описывается, умею жить и так, и так. И вы знаете, что если так по-простому, я никогда раньше не осознавал, настолько материализм, именно живя здесь, в Америке, выдает наше мелкое христианство. ну вот, к примеру, представьте, что любой женщине сказали, в 19-м году в салон ходить нельзя. Пастор, ты пошутил. Это же рвет наше сознание, мысли, ну как? Это же даже недорого. Вопрос даже не в деньгах, вопрос, как это повлияет на твою духовность? Или представьте, мужчине сказать, ну следующие пять лет машину менять не будешь? Или пересядешь на Сивик? Ты пошутил? Нет, я просто предложил представить. Нам оно, кажется, не вкладывается в голову. И вопрос снова тот же, как это влияет на нашу духовность? Насколько это проявляется в нашей реакции? Америка это сторона благословенна, возможностей много. Но здесь я снова хочу, чтобы мы все, друзья, не пугайтесь, не переживайте, все будете ходить в салон, будете ездить на машинах, я вам желаю, благословляю, чтобы у вас все было. Я только хочу нас предупредить всех, что если, что если, как это повлияет на нашу духовность, насколько мы мелко или глубоко живем в том, в кого мы верим. Вы знаете, что раньше приносили в, раньше говорили так, что другие религии, вы некоторые знаете, языческие, они приносили людей в жертву, приносили детей в жертву, в прямом смысле, в языческом мире так делали. Конечно, это неправильно, нас это шокирует, но иногда мы сегодня тоже это делаем, приносим в жертву либо наших детей, либо нашу семью, либо супруга, либо еще что-то. И разные могут быть на то причины. Я сам не идеальный в этом примере, но скажу вот что, часто это у нас бывает из-за любви к деньгам. И здесь, простите, поймите меня правильно, проблема не в том, что если есть деньги, это благословение, это не проблема, дай Бог, чтобы у вас было больше. Проблема отношения сердца, как я уже сказал, если их не станет, или если, например, ты утверждаешь, что для тебя служение и церковь важно, семья важна, и ты готов ради этого меньше работать, то у меня вопрос такой, я не хочу этим кого-то осудить или сделать боль, потому что я знаю, что у некоторых вам больно от того, что ваша работа не позволяет вам больше быть, либо в церкви, либо с семьей. У меня вопрос другой, в сердце скорбишь ли ты о том, чтобы быть больше в церкви, быть больше в служении, отдавать больше Богу семье твоей. И вдруг Бог услышал твою молитву и ответил, да, я могу тебе дать другую работу, только готов ли ты зарабатывать меньше? И здесь снова такой вопрос очень, а почему, а зачем, если есть возможность. Дай Бог, чтобы было больше у всех. Здесь вопрос приоритетов сердца, сердца, сердца. Насколько мы готовы, если это произойдет в нашей жизни, при этом не обидеться, не огорчиться, не оставить Бога, церковь, насколько для нас приоритеты в нашем сердце расставлены правильно. Помоги нам Бог в следующем году понимать, что если мы привязаны к материальным вещам, то, наверное, следующий год будет тоже тяжелым, потому что мы не будем иметь чего-то, о чем мечтали. Но если мы от этого свободны, не привязаны тогда следующий год, независимо, что принесет следующий год, он для нас будет звучать так. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Независимо от моих материальных благ, я доволен и счастлив. Иногда, конечно, социальные сети, они мешают христианам в том, что там идет большая гонка, сравнение, сравнение, сравнение. У этих есть то, у меня нету. хочется, чтобы наша церковь, вы помните, кто в нашей церкви давно, она отличалась такой культурой простоты. Кто помнит, кто здесь давно, вы знаете. И я желаю, чтобы наша церковь оставалась вот в этой культуре простоты, чтобы мы не ввязывались в гонку, кто круче, кто лучше. Каждую неделю нужно новый аутфит, новую одежду, что-то новое и так далее. И за это нужно платить, за это нужно платить, а это напрягает, напрягает со всех сторон. И так хочется сказать, народ Божий, расслабьтесь, релакс, не в этом ценность. Смотрите, что написано в Библии. Евреям 13,5 «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйся тем, что есть». В новом переводе «Будьте свободны от любви к деньгам». Еще одно местописание, которое хочется прочитать, это Матфея 6,20 «Не собирайте себе сокровища здесь на земле, но на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подрывают и не крадут. Умею жить в разных условиях. И хочется, чтобы мы, как христиане, независимо, что придет на Америку, на вашу семью, на ваш дом, на меня лично, чтобы мы были непоколебимы, как христиане. Чтобы это христианство наше не оказалось мелким из-за того, что тебе сказали «Нет, не куплю». Следующее, последнее, что хочется сказать в этом уходящем году, что повлияет обязательно на сколько будет ваш следующий год, это «Прощай и не живи прошлым». Филиппийцам 3.12 написано «Я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираюсь вперед». Забываю заднее и простираюсь вперед. В течение 18-го года, я думаю, достаточный был срок, чтобы вас кто-то за этот год обидел. Если взять, что вы в 18-м году кого-то не простили, то за последние пару лет или за вашу жизнь достаточно было людей, которые вам причинили боль, несправедливость или вас обидели. но 19-й год не несет с собой свободу ваше сердце. 19-й год не обязательно гарантирует вам, что вы автоматически всех ваших должников прощаете и отпускаете. Вы знаете, что в Америке есть вот эта кредитная система, что через 7 лет, независимо, какой ты хороший, плохой, умный, богатый, бедный, 7 лет прошло, и твоя кредитная, все твои долги и раз автоматически стираются. From scratch. Все. Ноль. Интересно, что в духовной жизни так не работает. Год новый наступил, уже седьмой. У кого-то восьмой, пятый, десятый, а оно не стирается. Вот там оно никогда не стерлось, оно там осталось, оно сидит, и оно мучит, оно тяготит. И где бы ты ни сел в церкви, в какую церковь бы ты ни пошел, даже в другой штат переехал, и церковь поменял, и город поменял, но в тебе оно внутри осталось сидеть. Непрощение это очень сложная вещь, сложная вещь. Очень знакомая, вроде бы всем понятная, но на практике ее сделать очень трудно. И вот почему написано в Библии, чтобы простираться вперед, чтобы мечтать о развитии, нужно забыть заднее. Заметяете, вот написано, забывая заднее и простираясь вперед. Чтобы двигаться вперед, как-то развиваться, нужно что-то оставлять и забывать. И сюда, я верю, обязательно входит прощение. Обязательно. И простите, я вам снова скажу откровенно и правду, что если вы не можете, не хотите простить кого-то из людей, следующий год он будет снова тяжелым, снова будет плохим и снова о развитии только можно мечтать. Забывая заднее или прошлое, прошлые обиды, непрощение влияет на будущее. Сложность заключается в том, что признание, вот именно признание в этом сложность. Большинство людей, которые когда-то на кого-то были обижены и не до конца простили, это даже люди со стороны могут сказать, слушай, ну вот если вы кого-то более-менее знаете или знаете какие-то истории, конфликты, вы даже люди способны сказать, ну ты не до конца простил, ты не до конца простил, но человек оправдывая себя говорит, я ничего на него не имею. И вот в этом сложность, сложность признания, что нет, ты имеешь, ты никогда не простил, до конца не простил. И в первую очередь это работает против тебя, потому что я называю это духовное самоубийство. Почему я так называю? Потому что в Библии написано, если ты не прощаешь других, то и Бог тебя не прощает. А представь себе, если ты живешь и Богом не прощен. А написано в Библии, что Бог молитву праведников слышит, а нечестивых нет. И если ты в этом статусе, с этим диагнозом ходишь и молишься и мучишься и ожидаешь что-то от Бога, слава Богу, пока повезло, пока более-менее нормально, но важно запомнить, вступая в Новый Год, что нормально не наступит, пока ты не отпустишь и не простишь. И вот в этом нужно признать. Вы знаете, что пока вы сидите в церкви, пока вас никто не трогает, даже этот человек, который для вас был врагом, сейчас уже прошло время, вы его забыли, но если ты никогда так вот искренно не говорил этому человеку я тебя прощаю, кажется, зачем ему это говорить, я это в душе простил, а вот зачем, потому что тебе это очень сложно будет сделать. тебе это будет очень сложно сделать, позвоните и скажите я тебя прощаю. А еще что будет сложнее сделать вот что написано Матфея 5 44 любите врагов, благословляйте проклинающих, ненавидящих и дальше молитесь за обижающих. Простое, простая молитва, даже не нужно денег, не нужно вашей работы, просто слова молитвенные. молитесь за обижающих вас. Как часто, как много, как долго и вообще делали ли мы это. Это все наталкивает нас на мысль на то, что прощение все-таки сложная штука. И когда мы вступаем в этот Новый Год, я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы он был лучше, нужно сделать вот эти три вещи. не ропщи и не занимайся саможалостью. Если ты будешь себя жалеть, что ты несчастный, следующий Новый Год, он обречен, он будет несчастным. Как только ты заберешь фокус себя и вложишь его в других, Новый Год следующий будет сто процентов уже лучше. Второе, не гоняйся за материальными вещами. тебя это будет съедать внутри, но когда, но почему, но почему не хватает, нужно работать, пахать, нужно мечтать, нужно завидовать, нужно ныть, нужно роптать, нужно добиваться. И Новый Год снова становится старым. Как хочется, чтобы он был новым, новым. третий это прощай и не живи прошлым. Прощай и не живи прошлым. Обязательно прощай. Иногда мы заговорим нашим детям, тебе нужно это сделать, а ребенок говорит, а я не хочу. А мы им объясняем, тебе нужно это делать не потому, что ты хочешь, потому что это надо, это важно. По-английски оно звучит, я думаю, более понятно. Forgive even though you don't feel like forgiving, because forgiveness has nothing to do with feelings. Forgiveness is a choice, it's a command. Прощай, даже если ты не чувствуешь и не хочешь прощать, потому что прощение не имеет ничего общего с твоими чувствами и желаниями. Прощение это выбор и заповедь. И последнее местописание Матфея 6, 15. Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Хочется церковь вступить в Новый год с легкостью в сердце, с легкостью в сердце, всех простить, все забыть, улыбаться и не притворяться. Повторю, как хочется жить, всех простить, улыбаться и не притворяться. Тогда наш Новый год он будет по-настоящему хороший. Друзья, мы сейчас идем к молитве и нам важно, чтобы эта молитва сейчас была молитва твоего сердца, понимая, насколько ты абсолютно не знаешь, что тебе принесет следующий Новый год. Твои деньги тебя не спасут, все твои планы тебе, даже стратегия, твоя мудрость, календарь ничего не поможет. Да, это стоит делать, планировать, конечно, стоит, но ты понимаешь, насколько человек бессилен, бессилен в этом мире. Только Бог, только Бог, который управляет океанами, землей, как важно сейчас вот ему объясниться правильно, сказать, Господь, на тебя уповаю. Господи, освободи, очисти сердце мое, хочу простить, выбираю простить, не могу, но выбираю простить во имя Христа Иисуса. Называйте имя человека, которого вы должны простить и говорите, как написано в Библии, я благословляю его, Александра, Ивана, Марину, Оксану, благословляю. Молитесь за обижающих вас, отправляйте текст-месседжи, звоните, развязывайте и входите в Новый год с легкостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова